Оставить без внимания обращение жителей даже самого маленького села в Кыргызстане теперь не получится. Президент Садыр Джапаров однозначно дал понять. Представители местной власти и органов местного самоуправления должны работать по-новому. С критикой и замечаниями глава государства выступил на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных администраций. Акимы на местах будут нести личную ответственность за улучшение жизни людей, решение вопросов, относящихся к их компетенции. Теперь нет причин для оправдания, потому что закон даёт много дополнительных полномочий главам райгосадминистрации. Акимам эти права позволяют решать многие вопросы на районном уровне. С момента вступления в силу этих законов руководители районов должны изменить свой стиль работы и работать по-новому. Проблемы должны решаться в районе. Теперь все жалобы с мест будут восприниматься как недостаток работы местных властей. Будут приниматься соответствующие меры. Ещё раз хочу напомнить, что без развития регионов мы никогда не сможем продвинуть страну вперёд. Президент отметил, местные руководители формально относятся к своим повседневным обязанностям. Сдавать пустые отчёты стало для них обыденной привычкой. Результаты решения проблем, понимаемых гражданами в регионах, отсутствуют, хотя совместные усилия местных госадминистраций и органов местного самоуправления должны быть направлены на повышение качества жизни граждан, в том числе и в самых отдалённых и небольших районах, жителям которых часто трудно допроситься решения своих проблем. Многие, устав от обещаний местных Акимов, пишут письма напрямую в администрацию президента. Я поддерживаю президента, он говорит верно. Некоторые проблемы сельских управ должны решать сами на местах, но они не могут, и потом мы отправляем письма в Белый дом. Тогда почему они занимают эти места, если самостоятельно не умеют решать вопросы? Некоторые сельские управы действительно не могут решать некоторые вопросы, потому что у них малый бюджет. Если у них нет денег, откуда они их возьмут, поэтому приходится обращаться в правительство. Но всё равно сельские управы ищут пути, работают с инвесторами и с проектами. На сегодня действующий механизм распределения суммы выравнивающих трансфертов недоступен для структур местного самоуправления. Это приводит к неэффективному управлению государственными финансами. Основные вопросы для многих сельских управ сегодня в обеспечении местных жителей чистой водой и ремонт Дорог на эти цели деньги выделяют и из бюджета. Однако часто их не так много. Приходится искать частных спонсоров, говорят представители сельских администраций. В нашем сельском округе годовой бюджет всего лишь 4 миллиона с небольшим. Этого не хватает на решение всех проблем. Но мы всё равно ищем пути. Работаем, например, с арабами. В этом году они разрабатывают проект постройки водорезервуара. Президент дал нам поручение. Сказал, чтобы мелкие проблемы местные власти решали сами. Это правильно. Но иногда некоторые законы не позволяют работать с этими проблемами. Но мы всё равно ищем пути решения. Работаем с частными инвесторами. Чтобы обеспечить эффективное использование государственных денег, Министерством экономики и финансов в ближайшее время поручено разработать эффективный метод равного распределения трансфертов. В частности, в 2012 году в областях и районах были созданы резервные фонды для покрытия непредвиденных расходов на хозяйственную, социально-культурную и другую деятельность. Однако за последние три года объём средств, выделяемых из госбюджета в резервные фонды, не превышает 30 миллионов суммов. Эта сумма будет пересмотрена в сторону увеличения. Также важно решать вопросы трансформации земель. «Земельный вопрос очень важен. Есть кадастровая служба по преобразованию земель. Список, кому необходим участок, составляет специальная комиссия. Мы проводим разъяснительные работы в каждом селе. Я был в горных сёлах, выслушал проблемы жителей, чтобы решать все наболевшие вопросы оперативно». Также все действующие руководители органов местного самоуправления пройдут обучения на спецкурсах Академии госуправления при президенте, чтобы углубить знания и улучшить управленческие навыки. При этом жалобы от населения с мест будут расцениваться как недостаток работы местных чиновников. По сравнению с предыдущими годами, в этом году количество обращений граждан в администрацию президента увеличилось вдвое. За первые девять месяцев прошлого года поступило 5800 обращений, а за девять месяцев этого года свыше десяти тысяч с половиной. Алена Смирнова, Айджан Илтур Думаматова, Уран Адишев, ЛДР, Ожская область.